так ребят без приветствия обойдемся потому что записываем к концовку игры финал если быть точнее спокоп за line сразу практически сразу записывал после 3 серии ой почему после 3 в общем после предыдущей серии после 3 после 4 до серии будет 5 планировал 4 записать но учитывая что я очень часто умирал предыдущей серии будет серий немного побольше тем более тоже не первый раз происходит суша где-то здесь акулы я помню было и четко пумго акула капитан бокер мы все кто вышел из 33 батальона она всех могла побывать мы сдаемся сэр дубай ваш где полковник конрад там где он всегда был сэр наверху он ждет вас 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 солдат осталось живых но не знаю молодец он сделал то что не смогла буря уничтожил не весь да да входи и вот сейчас ребят начинается концовка которая от разу глаза на все происходящее не спросить что ты подумал прибыл в дубай когда увидел то что я сделал ты решил что я спятил верно я подумал что ты слетел с катушек точнее на это надеялся да так было бы гораздо легче но мне не повезло ты уверен в этом абсолютно я не больше псих чем ты капитан когда нибудь люди расскажут тебе про отца я извини я люблю тебя папа уголоски уже начинаются ребята вспомните про то самое смеху walker о котором я говорил в одной из серий про то что как закон неизвестно в моих вещах полковнимайся ну все вот последний развед данные не откладывай то что должно случиться иногда я забываю где я знаешь мне часто кажется что ты совсем рядом каждый раз я обещаю себе обещаю обещаю что перестану тебя выдумывать как же я ненавижу эту ложь как я ненавижу желание солгать но я почему-то уверен что в оригинале это письмо оно звучало куда более поднимайся я кое-что покажу имеется ввиду что так я уже вижу имеется ввиду что в оригинале она звучит как бы более в рифму а тут типа дословно все перевели и ритм потерялась мне почему-то вот кажется ну да ладно в общем сейчас едят ребят мы идем к кульминации раскроем глаза на все происходящее в охренеть как я не пытался я не смог сбежать от того что здесь случилось и я сломался все все готово тебе нравится да что это такое просто к тебе приходит понимание и это больно верно и так что ты скажешь это ты нет ты твои приказы убили сорок семь невиновных кто-то должен ответить за твои грехи уокер кто это будет джон это ты не похож я устал от игр джон поверь мне это не игра да он был мертв давным-давно а все что происходило на протяжении всей игры было лишь иллюзией галлюцинациями похоже слухи о том что я жив довольно сильно преувеличены невозможно уверяю уокер возможно но как никак почему ты не должен был прийти сюда у нас был приказ покинуть город и связаться со штабом они вышли в отряд а мы домой то что случилось не моя вина правда остановись ты и ничего бы не случилось ты пошел вперед ради чего мы хотели вас спасти ты не спаситель у тебя другие таланты это ты во всем виноват прекрати луго он не слушал у нас не было выбора он превратил нас долбаных убийц я не виноват нужно иметь смелость чтобы отрицать очевидное а когда правду нельзя отрицать надо придумать свою нужно создать свою да что случилось не знаю он просто застыл уокер очнись вот а теперь вспомните про нацию сцену уокер в том что ты здесь потому что хотел стать тем кем не являешься героем луга ты бросил меня подыхать я здесь потому что тебя заело чувство вины ты сломался конрад полковник что происходит что происходит это конрад это все он натворил начал искать виноватых и все свалил на меня на мертвеца я знаю правда бывает горькой но смирись других у нас нет но долго так продолжаться не может я досчитаю до пяти и спущу курок это не ты это мои галлюцинации ты уверен а может мои раз нет все это смерти твоя вина если ты в это веришь стреляй два я не хотел никого убивать никто не хотел уокер три и вот сейчас ребят наступает момент в котором есть целых четыре концовки но для меня если честно правильная и истинная только одна давайте кратко опишу три остальные концовки первая концовка это коннот убивает уокера то а в реальности уокер убивает самого себя вторая концовка это будет дальше там там уокер будет встречаться с солдатами и он может их убить тем самым полностью погрузиться в себя и добро пожаловать в дубай вторая концовка он может начать в них стрелять но они убьют его и тем самым он может умереть как в башне комрада так и на поле боя в поле Дубая перед солдатами армии сша есть три и есть еще четвертая концовка которой мы с вами сейчас и перейдем четыре только сильный может отрицать очевидное я сильнее тебя как скажешь уокер что бы ни случилось дальше ты не должен себя винить и даже теперь несмотря ни на что ты можешь вернуться домой счастливчик лично я считаю концовку более правильной что дальше сэр а мы ждем приказа что делать дальше выполнять задачу и что это за задачи сэр принесите мне черт рацию это капитан мартин уокер нужна срочная эвакуация дубая выжившие слишком много так ну титры можно на самом деле пропустить свою точку зрения я выскажу далее я считаю концовку более правильной потому что убить себя но это не вариант он этим себе никак не поможет точнее поможет но толку никакого не будет а вот ту концовку которую сейчас открою ну на месте него я бы так поступил жёстко но тем не менее капитан уокер он вооружён все в порядке не стрелять не понимаю что он делает что с его глазами что то не так капитан уокер мы хотим помочь только сначала пожалуйста опустите оружие он не отвечает он контужен подождите капитан отдайте оружие мы отвезём вас домой все кончено хватит всем пора домой ну вот и всё я считаю это более правильную я считаю эту концовку более правильной чем все остальные в одной концовке он становится безумцем в двух остальных он просто умирает и толку никакого нет вот знаете капитан мы искали вас по всему городу мы мы все видели позвольте спросить как вы смогли пройти через все это я и не смог так вот такая кратенькая концовка так то все остальные под концовки по сути тоже кратенькие но вы ребят сами все видели что я могу сказать игра была шикарной тогда игра шикарно и сейчас особенно в плане смысла этой игры что очень сильно ложится и на нынешней действительности потому что ну вы ребят все сами видели ни один конфликт в мире не имеет за собой героев по сути одни злодеи начинают убивать других и те которые убивают других становятся героями которые в будущем станут злодеями которые будут убиты от тех кто будут сначала героями а потом злодеями вот так вот все это так работает к сожалению на войне чуть не оговорился в любом конфликте нет плюсов никаких и нету знаков равно только минусы не важно с какой стороны поэтому когда вы будете мне писать в комментариях по поводу обзора 6 серии 9 сезона по поводу того что я поддерживаю одних и не поддерживаю других я скажу вам так я в любом абсолютном конфликте не поддерживаю никого сердце тьмы и апокалипсис сегодня тому доказательство и эта игра в том числе которая полностью упростила оба этих произведения в плане понимания но да пофигу эта игра она предназначена для тех кто вот прям вот для самых тупых чтоб понимали что есть одни и есть старые и хороших ноль абсолютно в общем вот пока я не начал снова психовать заканчиваем на этом все спасибо за внимание и удачи всем пока